Из самых профессиональных рекламных фотографов в России победитель множества международных конкурсов рекламной фотографии и получил звание «Квалифицированный европейский фотограф рекламы». Член Союза художников, член гильдии рекламных фотографов занимается рекламной и фэшн-фотографией. Я просто подобрал. Доброе утро, Игорь. Важная поправка. Доброе утро. Хотелось бы вам сказать, слышали тему, которую мы обсуждали, и хотелось бы от вас услышать, да, какой-то ответ по заданному вопросу. Ну, фотограф в вашем уровне, наверное, достаточно легко составляет себе график работы, и он, может быть, даже какой-то вальяжный, может быть. Может быть, да. Сейчас я уже себе могу позволить работать в том режиме, который мне удобен. Потому что все-таки я творческий человек. Но ведь фотография — это же тоже собственный бизнес, можно сказать. Вы сам руководитель своего собственного бизнеса, когда вы свободный фотограф. Но вот мы говорили уже сегодня о том в эфире, что существует мнение, что человек, у которого собственный бизнес, он гораздо больше работает, чем тот, кто работает на кого-то. Конечно. Потому что я должен зарабатывать в итоге. Приходится работать и довольно-таки много. Но рассъемки длятся по 12-16 часов. Но в связи с этим, наверное, и пришли в рекламу, что нужно зарабатывать. И там, вероятно, больше можно заработать, нежели чем на обычной, я не знаю, художественной фотографии. Я пришел для того, чтобы удовлетворить свои амбиции и при этом заработать. А почему, кстати, возникли такие самые амбиции? Почему именно рекламная фотография вас заинтересовала? Я в свое время снимал и репортажи, и тогда модно было снимать так называемую «Чернуху». И роддом снимал, роды снимал, и дома престарелых. Но тогда все было как-то грязно и серо, и мне захотелось что-то яркого и солнечного. Я пошел создавать свой мир в фотостудию. А реклама – это как раз яркое и солнечное? Да, конечно. Ну, наверное, там действительно другой мир, получается, параллельный, в котором все всегда благополучно и хорошо. Но стоит заметить, что в какой период вы начали заниматься рекламой, непосредственно рекламной фотографии? То есть какие-то годы были, наверное, 90-е. Это 90-е, начало 90-е. Выходит, вот тогда этот, наверное, какой-то пробел был в фотографии, непосредственно у нас в стране. То есть вы, наверное, на какой-то опыта основывались, на чьей-то, да? Совершенно верно. Как и таковой рекламной фотографии не было. Я съездил в Германию, поучился, разобрался, что как надо, и начал работать. Поначалу было тяжело. Кстати, как они там работают? Есть отличия какие-то? Вот есть какой-то русский стиль в рекламной фотографии сейчас, например? Есть, есть. Я могу сказать, что на самом деле русские фотографы более талантливые, чем европейские фотографы. Просто для того, чтобы получить сертификат профессионального фотографа на Западе, нужно отучиться с 6 лет в Академию фотографии и 2 года пройти стажировку. То есть есть какие-то даже специальные сертификаты? Я так понимаю, что... А у нас как дела обстоят? То есть лицензия. А у нас? У нас красиво. Я захотел и творческий порыв. Да, 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 совершенно верно. И там в Академии им вбивают все эти правила, каноны. И они на каждую... То есть они заведены в рамки? Да, 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 абсолютно. За рамки они не выступают. Кто вышел за рамки и начал что-то свое придумать, то становится великим и гениальным. Все очень просто. Поэтому в России как раз-таки ситуация с этим обстоит лучше, правильно? Да, да, потому что никто толком не обучает, и все сами доходят своим умом. Но это возможно. Не обучаться где-то на специальных курсах и самому потихонечку своим собственным трудом прийти к высшему пилотажу. Возможно, но это дольше намного лучше обучиться. А, кстати, не хотите открыть, допустим, собственное дело, обучать зелень какую-нибудь? У меня работает моя школа рекламной фотографии, у меня уже около 100 выпускников. То есть... Здорово. Ну, это замечательно. Я хочу нашим телезрителям предложить и нам все вместе посмотреть ваши фотоработы сейчас, потому что у нас есть небольшое слайд-шоу. Давайте посмотрим, потом вернемся к нашей беседе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Слушайте, чудесный! Не без доли юмора, на самом деле. Такое умиление вызвало фотографии Николая Палуевна с ромашкой. Просто у всех причем. Смотрите, получается художественная фотография абсолютно. То есть не то, что рекламная какая-то. Нет тут каких-то рекламных целей. А, кстати, где грань? Художественная рекламная фотография? Нету, в общем-то, граней. А почему так есть разделение? Вот это рекламная фотография художественная, постановка? Рекламная фотография просто дороже стоит. Ну вот, мы подошли к тому самому вопросу. Есть, кстати, рецепт такой, может быть, вы знаете, чтобы работать поменьше, побольше зарабатывать? В общем-то, знаю. Скажите нам. Это ближайшая моя цель. Меньше работать и больше зарабатывать. Ну, у всех, наверное, такие цели. Сейчас я работаю очень-очень много. Вот когда я достигну очень высокого уровня, и мой съемочный день будет стоить достаточно большую сумму. Ну, хотя бы среднюю, какая сейчас в Милане. А сколько? Чтобы мы ориентировались. Фотограф у моего уровня, значит, средняя в день расценки – это 10 тысяч евро. Это день целый съемочный? День работы. Съемочный день. Ну, это 8-10 часов. Нормально в Милану предлагаю ехать. Всем. Нет, только профессиональным фотографам. Я ездил по Милану, присматривал в свое время себе студию, посмотрел, но все-таки решил вернуться в Россию. А, кстати, наверное, у нас можно достигнуть такой планки в 10 тысяч условных единиц в день съемочек? Когда, когда научатся ценить, тогда легко. То есть такого сейчас нету? Пока нету, пока нету. Для многих кажется, что дорого. Ну, как правило, говорят, а что-то такого сложно нажать на кнопочку. Угу. А вы знаете, у меня такое впечатление, что у нас вообще такое достаточно сложное отношение к творческим людям, и зачастую творческие люди чаще всего деньги для себя выпрашивают за свою собственную работу, за свою собственную интеллектуальную, собственную, что называется, а не предлагают хорошие деньги. Почему так у нас пока непонятно, но как всегда будем надеяться. Да, все будет. Надежда умирать последнее. То есть в итоге у вас вот по поводу заработка, да, это даже не рецепт какой-то, а цель просто, цель вашей жизни. То есть, чтобы раскрыть нашу тему, нужно просто поставить себе цель таковую. Совершенно верно, да. То есть это должна быть не мечта. Я, как правило, в своей жизни делал так, ставил перед собой цель, достигал ее и стал новой целью. То есть вы считаете, что мечтать при этом не нужно? Мечты – это что-то несбыточное. Помечтать-то можно, не проблема. Может быть, нужно к этому тянуться, допустим, поставить, мечтать о чем-то, вот чтобы зарабатывать 10 тысяч, к примеру, да, условных из них, грубо говоря. Нет, это цель. Нет, мечтать об этом, да, все время думать об этом. И тогда не заработаешь. Не заработаешь, но хотя бы 5 точно будешь иметь. Ну, может быть. Может быть, вот так тоже ставить. А цель – 10. Так что лучше поставить цель и постоянно к ней идти. Шаг за шагом. Кстати, хотелось бы еще раз вернуться к фотосъемкам, к самому процессу. Вот какая у вас была такая самая фантастическая съемка, которая запомнилась? Ну, мы увидели много очень ярких фотографий, но вот… Ну, бывает очень интересно. По атмосфере не дали, как в это воскресенье. Мы снимали с 11 утра до 12 ночи. Очень интересный проект, к которому было задействовано 25 человек. То есть 6 парикмахеров, 10 моделей, 3 визажиста, ассистенты. Я, как фотограф, дизайнер, видеооператор. И мы сделали очень интересный сюжет в ближайшем номере журнала «Хайрс». Я думаю, это появится все. Ну и потом в плакатах и так далее. А есть какие-нибудь забавные истории? Были вот на съемках? Допустим, с известными личностями? Были, были. Ну, расскажите хоть одну. Вот тот же Николай Валуев, когда приехал на стадион. Это еще снималось на стадионе, где он тренируется. Мы приехали. И первым делом, что я видел Николая Валуева, подошедшего к стойке буфета. Я в это время как раз разгружал аппаратуру. Я так голову повернул, посмотрел. Да, я думал, что сейчас будет этот жест. Стоит такая стена. Я метр 82. По сравнению с Николаем, я таким юным пионером выглядел. И Николай купил два батончика сникерса. И он ел их, как горошинки. Раз, один, второй. Игорь, скажите, пожалуйста, а вот долго пришлось упрашивать знаменитого боксера взять в руки ромашку и вот так вот трогательно посмотреть в камеру? Мы только на второй день смогли его уговорить. Потому что он сказал, что я и ромашка, это как-то несовместимо. Но когда мы все говорим, давайте попробуем, не понравится, не будем снимать. Он увидел, ему понравилось. Вашими моделями выступают не только люди, как я посмотрел, но и животные. Вот как тоже получилось так, что вот мышь так вы смогли трогательно сфотографировать? Где поймали? Моя крыса. Ага. Порода дамба, зовут ее Европа, и она очень... Наверное, рекламировала сыр ваша крыска. Сыр рекламировала. Нет, мы снимали просто, так как год крысы ныне, мы просто для своих постоянных заказчиков делали электронную открытку. Ну вот крысы Европы, это очень оригинальное имя, мне кажется, здорово. Спасибо вам большое за то, что пришли в нашу студию, за то, что ответили на наши вопросы. Поговорили мы о нашей сегодняшней теме, как поменьше работать, побольше зарабатывать. Еще раз огромное спасибо, прощаемся, но не прощаемся с нашими телезрителями, потому что у нас на очереди следующие наши рубрики. А у нас информация о том, как прошла ночь на дорогах Петербурга, нам расскажут...